Картины Александра Журавлёва, воссоздавшего восьмое чудо света, янтарную комнату в Царском селе, представлены на выставке в Доме Державина в Петербурге. Это итог 30-летнего творчества знаменитого художника и дизайнера. 16 из них он посвятил янтарной комнате. «Когда Сан Саныч начинал заниматься восстановлением янтарной комнаты, не было такого понятия, как мода на янтарь. Мало того, тогда янтарь считался это чисто таким материалом, чуть ли не бросовым. А уже когда янтарная комната восстановлена, когда увидели, как это может быть живьём выглядеть, какое произвело это эффект разорвавшейся бомбы». Залы музея не вместили многие шедевры мастера, но представленные отражают все грани его творчества. Как реставратор Александр Александрович работал в музеях Калининграда, Москвы и Петербурга. Вот два из коллекций Эрмитажа – кружка XVII века и янтарная шкатулка Петра I. «Художник видел сквозь призму пыльного предмета самое его нутро, самое его зерно». Особое место в творчестве мастера занимают авторские работы. В них он представил свой метод художественной обработки янтаря, равного которому нет в мире. Самую грандиозную работу Русь создавал целый год. Почти трёхметровый шедевр – синтез разных техник. «Там и плоский набор, и гравировка по прозрачному янтарю изнутри, то есть в технике янтали. И наружная гравировка, в частности, сброя коня. Она сделана снаружи. Ну и плюс, конечно, золочение». Уникальным автором называют Журавлёва. Считают, он объединил то, что невозможно объединить. Например, флорентийскую мозаику, где камни подбирают по цвету, форме и рисунку с техникой классического плоского набора. «Его вклад в разработку технологии, в разработку методологии, в восстановление самой этой профессии, самого этого вида искусства, изобразителя, просто нет». Но главное в работах художника – колорирование, окраска янтаря. Оно в сочетании с техникой флорентийской мозаики позволило получить широчайшую цветовую палитру. «Для светлых участков подбирается светлый янтарь, для тёмных – более тёмный, иногда даже прозрачный, для того, чтобы усилить этот эффект. Иногда, например, часто зрачки делаются абсолютно прозрачными, чтобы создать эффект живого взгляда». Все работы мастера производят сильное впечатление. Но полотно «Русь» – второе по величине произведение из янтаря в мире – поражает. «Это полотно очень мощное. Оно несёт в себе очень сильный заряд света. Оно очень цельное и гармоничное по замыслу и по воплощению». Эта выставка ещё и дань памяти автору. Два года назад он трагически погиб. Но работы Александра Журавлёва уже получили всемирное признание. Они хранятся в музеях и частных коллекциях России, Японии, США и Европы. НТД Санкт-Петербург, Россия.